Ну вот здесь все заливаем, но было, конечно, полные тазы, сейчас так как снег уже поменьше, естественно, воды поменьше. А так мы каждый день по два-три раза сливали полными тазами, потому что стекло очень сильно. Ну вот сейчас как бы за ночь более-менее подморозило, но после обеда все это начинает опять сильно честь, даже вот здесь немножко, вон все здесь потрогать, здесь все сыро, и все, штукатурка уже падает. Гульмира Ситкалиева живет здесь уже пять лет. Год назад сделала ремонт. За год от домашнего уюта не осталось и следа. На стенах грибок, в комнате нет света. Чтобы ребенка не ударило током, пришлось отключить напряжение. Трехлетний Саид не может пойти в детский сад. Мальчик болеет и сидит дома. Из-за постоянных протечек кровли у нас течет, мы постоянно болеем. Мы находимся сейчас на больничном. Соседи также находятся на больничном, так как все это сказано, на дыхательных путях наших детей. Соседка Гульмира Анна Сизова тоже живет в спартанских условиях. Мало того, что стены бьют током, так еще и в душе постоянный потоп. В итоге у семьи из трех человек нет даже возможности искупаться. Обходятся тазиками и ведрами. У нас главная часть в душе находится. Вот с душе у нас все идет и протекает. Также вот тут вот все текло до низа. Также приходили соседи особенно из-за души, потому что мы их тоже затапливали. Жильцы рассказывают, все началось с того, что коммунальщики предложили им сдать в аренду крышу дома и получать проценты за установленные на ней ретрансляторы. Люди согласились. В итоге деньги им никто не платит, а сотрудники частных организаций периодически демонтируют старые вышки, ставят новые, а дыры, которые после этого остаются в кровле, не заделывают. Жалобы в управляющую компанию, говорят жильцы, результата не дают. Когда они ставили антенны, нам, как жильцам, они сказали, что будут за счет этого делать ремонт крыши. Но этого не происходит. Господин Селезнев сказал, что мы будем делать ремонт, и мы будем с этим день вам вычислять 25% и уходить на ремонт крыши. В муниципальном предприятии, ответственном за состояние дома 119А по улице Волгина, нам заявили, что не знают, кто разместил на крыше ретрансляторы. И рассказали, что с 2012 года направляют официальные документы с предложением внести дом в реестр капитального ремонта. Согласия пока не получали. Также, по словам коммунальщиков, дыры на крыше периодически заделывают, а на то, чтобы полностью заменить кровлю, не хватает денег. Латаем то, что есть, приводим в более-менее человеческое состояние, для того, чтобы не было протечек. И каждый год, по мере того, как идет зима, происходят циклы оттаивания, промерзания, кровлю рвет и появляются протечки. Сейчас мы опять приступаем к весеннему осмотру, опять как бы будем латать все это дело, но необходим капитальный ремонт. Вот всего по прошлому году мы фактически, видите, выполнили работу, вот указана сумма, 119 тысяч рублей. При платежах населения 83 тысячи. То есть мы фактически на 30 тысяч прокредитовали население. Капитальный ремонт, по словам сотрудников управляющей компании, обойдется в копеечку. Общая стоимость работ, по их подсчетам, должна составить около 2 миллионов рублей. А пока длится бумажная неразбериха, жителям впору ходить по квартирам с зонтиками и в резиновых костюмах. Чтобы током не ударило. Алина Чемерис, Сергей Баскин, Станислав Левин. События.